Привет всем любителям пошаговых стратегий! Вы видите и слышите Алексея Халецкого, это значит, что вы на канале Лёша Играет и смотрите продолжение партии за нового лидера Рамсеса 2-го в Сидмерс Цивилизейшн 6 на последнем уровне сложности, на божестве, с челленджами, но о которых вам лучше узнать из первой серии. Если вы не знаете, что у нас тут за челленджи, сходите по ссылке в описании в прикрепленном комментарии на плейлист, посмотрите первую серию, я там все объясняю, ну а спонсоры канала все серии видят заранее и, в общем-то, для них это уже выложено практически полностью. Спасибо большое им за поддержку и всем вам приятного продолжения просмотра. Так, значит, мы ждем открытия бомбард и апгрейда, собственно, давайте еще селитры. Вообще, наверное, уже стоит ставить карточку на апгрейд, потому что я уже могу латников апать, так? Так, так что нам надо что-то... Два хода морская традиция. Ну, что-то вряд ли мне кто-то в союз кто-то предложит. Так что я думаю, нам надо дипломатическую сурву как раз три хода открывать. Так, и вот латников как-то вперед выводить уже. Пускай еще лечится латник. Так, и арбалеты не особо мы вперед пока ведем. Я, наверное, уберу пока из-под вулкана, тем более, что он активный. Ремонтируем. И следующим ходом здесь поставим предприятие. Так, а далеко нам до каравел? Ну, в общем-то, мы следующим можем открыть после литья. То есть, семь ходов. Ну, семь ходов можно поплавать пока. Кстати, можно еще... Не, лучше не будем... Ну, блин, хотел сказать, можно наукупить, но, смотри, немец уничтожил уже этот лагерь. Черт. Ладно. Консульство построено. Так, дайте напомню, что тут оно дает. Два очка. Влияние в ход, но у меня и так минус один, потому что минус восемь за уровень претензий. Уровень вражеских шпионов, действующих в этом городе, снижается на один. Но это круто. Потому что тут у нас уже пингалу выкинули. Один раз. Возвращаем его, кстати. Так. Покупать ли мне гурдвары за веру? Я думаю, да. Пока я не собираюсь больше распространять. Так что лучше будем гурдвары покупать. И что построим? Чудо какое-нибудь один. Долговато. Давайте еще строителей, наверное. Вообще, я бы карточку на строителей поставил. Ну, пока так. В кирине амбар. На один ход отложим. Мы следующим ходом начнем здесь промышленную зону строить. Так, а священные места у нас взяты на реке, да? По-моему. Довольство в городах, где священное место находится рядом с рекой, да. Я думаю, в кирине либо здесь, либо здесь надо будет поставить. Дунай вообще, конечно, типичная египетская река. Так, тут нил. То есть... Это дамба на ниле стоит. Пождец, а почему? А Дунай тут? То есть мы можем тут еще одну дамбу, кстати, поставить. Но я думаю, что мы это в унисе будем делать уже. Так, что ж тут? Ну ладно, откладываю на одно. Дальше. Нам, военного инженера, еще рано строить. У нас не открыты форты. Что я думаю, тут надо... А давайте здесь промышленную зону. Как раз тут скоро... И, кстати, и потом сразу акведук. Много производства было. Мы как раз успеем до того, как форты откроем. Так, а тут просто откладываю. Ну, вроде все. Мы ждем... Апгрейдов бомбарды, чтобы после этого объявить войну Унсе. Бомбардами уже хорошо, быстренько возьмем. Так, подводим пока латников. Тоже их апнем. То есть, этот латник отсюда подходит, этот отсюда. Ну и осадная башня, соответственно. Причем-то неладники даже будут, а мушкетеры уже. Так. В сену... Отбегал караванчик. Я бы, наконец, на деньги отправлял. Уже. Хотя, с другой стороны, плюс 144 вполне неплохо. Из Нихена в Ньяне. Ну, кстати, тоже ничего. Нам надо Нихен ускорять в производстве. И деньги неплохо получать. Давайте оттуда отправим. Ах, ты ж, блин. Я думал, что тут холм еще к тому же. Ай, блин, тут холм. Если бы не холм, то рабочий бы походил, и я... Ну, за счет логистики. Черт. И мы бы сразу могли туда район ставить. Слушай, а может, мавзолей? Попробую. Ну, это опять же сюда. Блин. Ладно. Водяную мельницу. Может быть, стены стоило. Но я что-то сомневаюсь, что там китаец может на меня начать напасть. Блин, захотеть напасть. Тусим тут недалеко, чтобы апнуться в каравеллы. Ну, блин, опять булавая перекуй. Ну, булавая, наверное, само. Постепенно. Наверное, хлобание еще. Или эти квини. Наверное, хватит миссионера на эти квини. Его осуждает. Меня мали. Ну, это из-за претензий. Все из-за претензий. А накопились они, потому что я вынужден объявлять войну по просьбам трудящихся, так сказать. Крупнейший город. Урбанизацию продвинули. Урбанизацию продвинули. Ну, наверное, фермы. Тройничок ферм сделаем. Да, жалко, что союзу мы не можем ни с кем сделать. Из-за этого... Так, центр коммерции. Здесь можно поставить. Нет, там, наверное, знаете, что там, наверное, священное место. Везде по плюс одному, да? Слушайте, а тут же еще может затапливаться. Так ведь? Река Думьят. И на Думьяте мы можем дамбу только вот здесь сделать. Канал реки Юсуф. Кстати, еще и на Юсуфе можно... На Думьяте, на Юсуфе. Надо в разных городах. По-моему, я уже делал, когда в одном городе две дамбы, потом вы можете только одну электростанцию построить почему-то. поэтому давайте сюда дамбу. Сюда дамбу в Мендесе строим. Тогда получается в Мендесе вот сюда промышленную зону надо будет. А в Антона-Нариву можно, например, так центр коммерции, так священку и так промышленную зону. Причем начнем, наверное, с центра коммерции. Блин, начинает поймать, затапливает, да? Все равно с центра коммерции. Нужны рабочие вот это вот все собрать. Ну, тут, наверное, продолжим строителей. Так, кстати, в канцелярии открывается. Так. Значит, сначала ставим скидка в золоте на улучшение юнитов. Пока, наверное, только это и поставим. Пока я хочу послов накапливать, а не шпионов. Пока только это. И, соответственно, апаем. Так. Так. Ага, не хватает селитры. Хорошо, меня никто не попросил, кстати, купить селитру пока что. Но я все равно следующим ходом объявлю войну. Тут главное бомбарды, а не мушкетеры. Так, надеюсь, он просто исследует, а не пытается распространить свою религию. Да, вот тут вроде по нулям. А, нет, с рихатусу он уже обратил. Ах ты, писюнки тайские. Не, ну вы посмотрите. Ладно, пошли в каравеллы, потом в осадную тактику, и потом... Нет, наверное, даже каравеллы, потом универ, и потом осадная тактика, чтобы универом астрономию ускорить. Вообще, у нас осталось 55 ходов. Так, а по очкам? По очкам я не впереди. Ну, Зулуса надо забирать. Просто надо. Дамбы 16 ходов. Наверное, надо начинать. Я приду сюда рабочими вырубливать этот лес как раз. Под дамбу. Так, а Гурдвару мы покупаем. Давайте еще проверим, где-нибудь еще можно Гурдвару купить. Так, вне хения. Надо вот это все чтобы не хенрос. Понимаете, мы могли крутые клетки обрабатывать. так, строительная инженерия. Либерализм. У меня его опять же некуда будет. Ну, вместо писания, кстати, можно либерализм. давайте, давайте, наверное, просвещение лучше откроем. У меня постоянно нехватка счастья, и, соответственно, мне не с кем торговать им. Я не могу предлагать как бы челлендж. я не могу предлагать сделки. Должен соглашаться на все сделки, которые мне предлагают. Так, вот и немецом меня осудил последний, кто еще не осуждал. Ух, там торнадо суровый. Суровая торнадо. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь. Еще двоих не встретили. О, поехали. Видите, бомбардами даже тяжеловато убирается. Так, ну тут надо апнуть. И следующим ходом мы, мушкетером, сюда входим. Остальными пока стоим. А вот тут, нет, не стоим. Тут, наверное, даже заберем рабочего. Я бы, наверное, продолжил тут внутренние торговые пути, потому что мне не хватает производства вэтфу. Так, пять производства. Ну, теперь священное место, наверное, надо. Но надо на реке. То есть, вот тут под гору придется. А, еще вот сюда можно. Давайте вот сюда лучше. Даже не стоит, что-то плюс один всего лишь. Но зато вулкан не будет ломать. Просто там бури песчаные. так, кого они будут атаковать, интересно. Катакуин Кристина построила. Ну, удача. О, нормально, бомбарды стоят. Блин, катастрофическое извержение. И что, ничего не сломало? Вау. Вот это везу-ка. Так. Либерализм точно ставим. Пока оставляем. так, ап в каравеллу. Ап. Нет, не хватает селитры, да? Аплодисменты. 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 Пикинер больно по летучему отряду может пробить, поэтому отошел в военный лагерь. Давайте вахен отправим. Так, а что тут рабочему? Можно сюда рудник сделать. Так, кампус, никаких бонусов соседств, наверное, гавань давайте. Кстати, вот там можно еще геликарнас попробовать построить. Да, вообще как-то повезло. Супер извержение, но просто улучшил две клетки и мне ничего не поломал. Нормально. Типа шуми шпионов, наверное, мало. Вы истинный друг малых цивилизаций. Истинный друг я их позахватывал, блин. Это он про города и государства говорит. Так, что я хотел... Что я хотел посмотреть, только что... Ладно. Да, блин. Одной единицы селитры не хватает. Так, ну тут добьем пикинера. Тут добьем мушкетера. Отсюда я могу пострелять? Да, вроде как да. Фуф. Соберем бананы. Так, отсюда у нас Фивы бегал. Ну давайте Вахен. Может у них улучшится как-то отношение, когда я к ним буду отправлять. И поплыли этой каравелкой уже. Так, у нас осталось няпнутый, в общем-то, вот этот латник только. Так что, в принципе, карточку на апгрейд можно будет убирать. Не знаю, стоит ли мне сюда... Не, наверное, не побегу туда. Нету смысла тут Унсу в окружении брать, я ее так заберу. Мне кажется. Хельсинбург. Там Хельсинбург периодически отваливается и под что-то влияние попадает. в Мали. Странно сказать, что в Мали, а не к немцу, например. Зачем я сюда встал? Чтобы меня военный лагерь обстреливал? Ясно. Ясно. Я видел тут латника унсайского. Я лучше постою. Уже следующим ходом точно унсу забираем. И можно начинать готовиться к войне с Зулусом. Причем нам надо как-то быстро это делать. Он же... По-моему он через 10 ходов сможет мир запросить, а я обязан буду принять. Конечно она все да отвечает. То есть там надо за 10 ходов побольше городов забрать. Так, ну я думаю пора в индустриализацию здесь. Войную тактику мы никак не ускорим. Массовое производство ускорено. О, при помощи мушкетера. Так, давайте пока так и пойдем. Уничтожить врага при помощи мушкетера, блин. Пока нечего уничтожать, некого. Ну мы должны наверное это выполнить. Ну захват города по-моему не будет сейчас. Если б тут юнит стоял какой-то внутри. Засчиталось бы. А без юнита нет. Не, суши засчиталось. Прикол. Но все равно сначала массовое производство откроем, а потом прямые паруса индустриализацию. Ну все. Бабангида готовься. Следующий у нас ты. И. 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 Думаю вот этого надо сюда перебрасывать, а тут пускай стоит арбалет на всякий случай. Ну в принципе у нас тут кардев с этой стороны будет. То есть мне желательно до до мира вот эти три города забрать. Так, пошли тут рис соберем и болото высушим. Ну что, четыре ГГшки захвачены. Обычно, кстати, при гребете в компьютера, то компьютер ГГшки захватывает. А я с ними дружу, а тут вообще наоборот все получается. Причем, по-моему, компьютер даже ни одной ГГшки не захватил. По-моему, не было сообщений, что там где-то уничтожен город-государство. Так, я бы карточку на строителей поставил вместо треугольной торговли. Мне нужно много всего обрабатывать. Так, и вот эта скидка на улучшение юнитов, давайте логистику поставим опять. Подожди, нужна ли мне карточка еще на селитру и уголь? Наверное, нет. Давайте промышленную зону. Ну, то есть я все, что я хотел, я апнул. Я, конечно, могу еще покупать юниты просто, но я буду... Мне кажется, это имеет смысл, когда мы национализм откроем. Так, а есть ли у меня формальный повод объявить войну Чаке? Нету, к сожалению. А, слушайте, знаете что? Сколько? Два хода. О! Я через два хода просто возьму Золотого века. У меня же будет героический. Точно. Возьмем войну Золотого века. По-моему, это будет считаться формальным поводом. Таким образом, национализм ускорим. Я бы купил универ только в Антононариву. Хватит мне денег? Вроде да. Потому что рядом с горой я таким образом астрономию ускорю. Так, это в Мендес. Все верно. Такая музыка пошла, знаете... Исследовательская великих открытий. И как раз поплыли каравеллы. Так. Лян на аквакультуру. Не думаю, что мне, например, Виктора надо пересаживать. Или Виктора качать. Да, я бы лян на аквакультуру и купил бы здесь. Или следующим ходом построил бы рабочего. Ну, а тут один-два хода пускай. Пускай уже. Так, значит, стоим. Ждем просто героического века. Чтобы уже попробовать объявить войну Золотого века. Ух ты. Так, слушайте, у меня сейчас походу... Войну все-таки Зулус объявит. Сам объявит. То есть я не смогу национализм ускорить. Опять мегаизвержение. И опять ничего не... Мне не порушило. Никто не умер. Прикол. Так. Мали, Швеция и Чака. А вот немец против. Да, к сожалению, не ускорим мы национализм. Ну, для меня это наоборот даже в плюс получается. Как так избирательно вулкан это извергается, что вообще Мендес никак не задевает. Это, конечно, прикол. Так, ну я предлагаю врываться и грабить. С лошадей причем начнем. О, он строит киллбуки Сивани. Может мне его в город забрать, когда он ее построит? Мы, кстати, можем здесь совершенно спокойно разместить бомбарду. Получается. Каким-то образом вперед арбалеты вышли. Какие тут стены вы видите? Древние сенда, даже не средневековые. Тут побыстрее будет, кстати, бомбардами. Блин, что-то я, может, зря арбалеты вперед так повел. Скажи, хорошо, что немец постоянно голосует против этих кризисов со мной. Я могу хоть к нему караваны пускать. Ну, кстати, я могу войну золотого века кому угодно еще из них объявить. Например, Франции. Че нет? Блин, у Франции со всеми дружелюби, ничего себе. Наверное, пока никуда послов больше не отправляем. Здесь. Тут нам священное место некуда ставить, потому что нету реки. Не хочу его так ставить, поэтому, наверное, строителя... А я карточку поставил на строителя, подождите. Да, поставил. И еще куплю здесь даже строить. А, денег нет. Жаль. Так, ну, кажись, мы вступаем в героический век. Ребята, героический век достоин лайка и комментария. По моему скромному мнению. Да, вон нападают на арбалеты, а там Зулус принялся за кардев. Это очень хорошо. Так, сначала проголосуем. Сто процентов к типичным... Нет, давайте не дают научные. И удваивает очки. Обычно компьютер почему-то голосует за удваивание флотоводцев. Не знаю почему. Сейчас посмотрим, как оно в этот раз будет. Что-то не любит. Причем они особо гавани не строят. Посмотрим результат голосования. Сто процентов к отправке в культурный. И не начисляется пророк еще лучше. Это еще бессмысленно. Уже нету религии. То есть все религии взяты. Как может не начисляться великий пророк? Странно. Так вот, вышли в героический век. Ребята, героический век для Египта. А это значит комментарий и лайк для меня. Подпишитесь, если вы еще нет. Появляется плашка, призывающая вас это сделать. Можно вообще спонсором канала стать. Еще лучше поддерживать канал. Либо ставить супер спасибо. Правда не во всех странах оно доступно. Или вот в описании, в прикрепленном комментарии написаны другие способы поддержать канал. Только когда вы это делаете, тоже какой-нибудь комментарий напишите обязательно. Всегда приятно это получать. Ну или загляните в мои социальные сети разные, которые есть. Ссылки на них тоже сейчас появляются у вас на экране. Спасибо за поддержку. Продолжаем. Так, ну реформа денежного обращения точно берем. Там мы все вот это точно берем. Кроме здесь живут драконы. Потому что у нас не будет на других континентах городов. У нас даже зулус на нашем же континенте, что и мы. Так, а вот теперь вопрос. Война Золотого Века является ли формальным поводом? Я наверное объявлю войну Екатерине Медичи. И... Да, ускорено. Отлично. У нас корпуса следующим ходом. Это очень здорово. Война Золотого Века. Даже, по-моему, бомбарда сразу сможет выстрелить. Вот немножко, конечно, верование странное. Видите, у меня бомбарда не имеет плюс 10. Потому что на своей территории находится. Плюс 10 только те юниты, которые вот прямо на территории этого города. Мне кажется, немножко странно. Ммм... А почему? Равня... Блин. Тут два холма, то есть мне надо еще будет один раз бомбардой походить. Так, я, наверное, в Унсе куплю сейчас бомбарду. Ну, за Веру, конечно же. 315. Нормально. Так, вот у нас военный инженер, которым нам надо два форта построить. Так, в Иуну купим... Ну, наверное, арбалеты. Или вообще, вообще рыцаря можно. Потому что там надо рыцарям убить кого-нибудь, чтобы ускорить военную науку. Так что рыцаря... Так что рыцаря... Так что рыцаря... Так, универ, наверное, надо... Я тут строю... Да не, надо универы. Сможем тогда... Таруга нам начнет давать вот... Плюс два посла. А, плюс две... Две... Две науки с этих универов. Ну, слабовато, не хочу атаковать. Мне даже, кажется, кругосветку взял. Походу, кстати, китаец на своем отдельном континенте. Найти амбар, потом мастерскую. Ну, кстати, тут водяная мельница. Нормально. Есть одна пшеничка. Давайте водяную мельницу. И, кстати, у нас еще лишний караван есть. Может, давайте в Унсе просто его купим. Так, мне надо беречь всех прокачанных арбалетов. Потому что корпуса из них потом будут офигительные. Книгопечатание ускорили. Так, вот и корпуса появились. При поражении теряем. Может, это поставить сейчас? Блин, надо подумать. Возвращение. 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 не убивает рыцарь да она наша притс и любил это я не буду им блин там линейка она сюда встану но линейные эти пехота линейная уже так наверно мы не надо последнего забрать в них им посадим кстати и и и и и и и и так еще могу бомбарду могу и в и уну наверное еще рыцаря Я понимаю, что они Менее Не, тем более, чем летучий отряд А, тогда это еще даже Круче Нам просто рыцарем кого-то убить надо Какой рыцарь-маньяк Хочет убивать Убивать Так, наверное, давайте болота всякие осушим Только передадим Магнусу И обратно Мендес Блин, а что тут не ставится Форд Блин, ладно Сюда поставлю Континент открыл Нет, слушайте, он на разных Не, но он начал на своем собственном континенте Очевидно А потом куда-то там еще расселился Нельзя, никакие чудеса из этих не хочу Давайте шпионов, наверное, поделаем Так, есть дамба Это, считаю, нам надо промышленную зону Нет, конечно, проблема тут с дамбой Из-за Вулкана Ну, тут какой-то Вулкан Вежливый Который Ну, уже три Три, по-моему, извержения было Которые нам ничего не сделали Одно из которых Катастрофическое Это прикол, конечно Так, пожалуйста Не убивай мне Вот этого арбалета Так, отлично О, встретили США И еще один остался, да? Кого-то Клеопатру Клеопатру мы еще не встретили Так, что с углем Раз Два Только оба надо обрабатывать, блин Восемьдесят четыре силы стало Но все равно Стены только средневековые Поэтому мы Должны Разобрать Мне кажется Блин, если тут сейчас Извержение произойдет Будет очень Хреново Так, я, наверное Вот Тут встану И апнусь Ну, мне кажется Мы следующим ходом Должны, наверное Хотя посмотрим Ну, точно стены снимем У этого города Это прям Сто процентов Пожалуй, еще пока Строителей Поделаю В Эдфу Потому что шесть зарядов Это шесть зарядов Пожалуй, верфь Так, после индустриализации Ну, баллистику Надо пушки открыть У нас Крутые арбалеты Так, здесь А мы его не убиваем Случайно Если я выстрелю Нам надо его Давай так И Так Отлично Так Ну, надо, наверное Теперь арбалеты Покупать за За веру И делать Корпуса из них Блин Не вижу арбалеты В упор Ну, пока, наверное Никуда ничего не отправляю Все еще коплю Крам в дороге Покупаем Гурдуару И Строим универ Там он Малинами Нападает Но я думаю, что Это не особо страшно Меня больше Может волновать Что он Ватикан Может захватить Так Есть рынок Давайте, наверное Промышленную зону Сначала Потом Дамбу сюда И потом уже Священочку Так, пока Караван, наверное Не буду покупать Немножко Побережем Деньги На Ап Будущей Арбалетов Пушки Смотрите Города Зулуса Отваливаются Просто Отлично С рыцарей Ну, блин Вот это вот Кстати Мандекалу В центр Который бежит Это Не очень Мне нравится Блин Все равно Осталось Еще немножко Стен Стен Сюда Отступаем Вторугу У Кардива Три юнита Остался Ватикана Один Один Следующий континент Следующий континент Ну, можно Можно Оружейную Оружейную Ходом Обработать Уголь Уголь Начнется Там Плюс Три Капать А где У нас Вообще Семья На территории Было Два Угля Может Где-то Еще Поблизости Есть Ага Вот Еще Уголь Но Это Наверное Хатусы Будет Вот Тут Уголь Я думаю Надеюсь Мы Захватим Этот Город Ну В принципе С углем Неплохо Неплохо Так В фивах Сразу Будем Фабрику После Шпиона За деньги Мы не будем Покупать За деньги Мы будем Апгрейдить Арбалеты Блин Мандекалу Конечно Суров Прям В центр Империи Поскакал Да ладно Ух ты Тут Армия Уже А ну да У зулусов Раньше Армия Появляется Да Вот Поэтому И тяжело С зулусами Воевать Так Ну тут Наверное Ничего Опять же Не Не берем Блин Тут надо Отступить Мне кажется Иначе Это Жопа Уже блин это я думал тут сейчас появится рыцарь факт ладно можно и так объединить я думаю так сделаем так сушься шушьми с этой фигней делать уже не хватает да тяжеловато золусом тяжеловато я не могу здесь фабрику строить потому что мандекалу встал она давайте пока торговца а шпиона один у нас адреса первый общий шпион так обычно куча денег умали ну в принципе до 425 и тут у нас еще дамба есть если чё поразвлекаемся обходим этого мандекалу вообще там аквакультура у нас открыта могли бы уже что-нибудь и слонов можно купить горца можно купить то уникальный шотландский до юнит типа скаута не наверное не хочу надо опять скидка в стоим или у нас есть один ход что-нибудь морская традиция один ход есть открыть торговая республика еще ну ладно тогда давайте торговую республику открывать нет даже морскую традицию все-таки посла еще дадут здесь пока оставляем все что есть так ну мне кажется сейчас кого-то убьют это все мандекалы просто бегают даже не грабит ничего просто вот этот фак да и минус блин я не могу баба 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 нангу взять то ё-моё на жителей хлоба не озарение снизошло этом я там потерял второго уровня арбалет да так но в любом случае ставим карточку пришла походить пока у нас логистика вот это есть так тут куплю а я уже не могу покупать вот она чё я уже не могу покупать арбалеты так вот теперь я а еще на карточку начала поставить блин ну я баба баба нанга получается не могу взять и мне здесь отступать надо так вот теперь думаю можно карточку на ап юниту вставить вместо логистики тяжело слушайте нагибают просто нагибают да у нас аквакультура но правда ни одна клетка не выкуплена и денег на них нету чтобы выкупать ладно будем вырубать бана банана пока никуда не отправляем следующим ходом кругосветка интересно первый или мне кажется что нет так фабрику мы тут точно не строим пока можем еще торговца маяк вверх давать нам две верфи надо в любом случае тут одна строится тут одна да и в эту построю вверху скорее всего блин меня нагибает зулус не честно я так и думал что зулус самый опасный будет у нас тут ауч ауч нет еще не да это но и и и и Ладно сказать, стен нету в Унсе Даже не знаю, что мне лучше атаковать здесь Но квала медленнее, само к нам отвалится Это здорово А вот сможем ли мы другие города Просто чтобы он дальше не бегал Не, ну тут, видите, тут мы очень хорошо стоим А вот в Унсе проблемки Ну сколько юнита, три или четыре потеряли? Причем прокачанных юнитов Это все плохо А вот в Унсе проблемки И следующим ходом, наверное, будет кругосветка. Так, торговцев больше не надо. Как эти военного инженера можно? Петра, Петра в Иуну. Петра, скорее, в Таруге была бы лучше. Что в Иуну? Ну, давайте инженера. По идее, мы скоро сможем железную дорогу делать. Две верфи. Так, ну линейную пехотинцев надо открыть. Так, а вот тут я Петру реально построил. Так, ну вот это смешно. Что тут малее? А вот Зулусы не смешно. Зулусы не смешно вообще. Что ж ты так больно по... А почему он его атаковал два раза? Рыцарем, я понимаю, а еще... Так, ладно. Минус. Тут АП. Тут АП. Лечимся. Тут АПГрейд. Сюда становимся. Ну, стен у Баба Нанга нету. Так что, если мы вот эту армию перемолим... А у нас, видите, уже практически сравнялось. Блин, армия кавалерии. Ну, это, конечно, круто. Вот эта способность... Так, а мне хватит купить еще рыцаря. А, все, у нас уже кирасиры. Уже никаких рыцарей. Ну, АПНЕМСЯ, я думаю. Блин, и что, и Петру уже кто-то построил? За один ход, пока я тут собирался. Фига тут этих пиратов, считайте. В океане. И опять еще, еще на ход откладываем. Кругосветку, получается. Что у нас там по великим людям? Адам Смит. Смотрите, сколько он даст. 321,597 производства. Санта-Круз, кстати, тоже прикольный. Может, на Эйфеля давай. Эйфеля, точнее. Почитаем логистику промышленной зоны. Так, здесь верфь. Да, тяжелая битва. И я думаю, как раз на этом месте можно и остановиться. Потому что тяжело. Тяжело. Зулус. Ох ты, у какого он все уже практически. Фига себе. А, и пираты забили мою каравеллу. Нет. Короче, жопа у нас тут происходит. И продолжение в следующей серии будет. Унсу зулусы вполне могут отбить. Так выглядит. Не забудьте комментарии оставить по поводу всего происходящего. И поставить лайк, раз уж вы до конца досмотрели. Ну, или станете спонсором канала. Или еще как-то поможете. Все. За все большое спасибо. Что смотрите, поддерживайте. Играйте в умные игры. Слава Беларуси. Живи Украина. Всем пока. Я Алексей Халецкий. Тот, кто сделал это видео. Лайк, комментарий, подписка. Возможно, суперспасибо и спонсорство. Спасибо за поддержку. До следующих видео. Субтитры сделал DimaTorzok